С утра, вот в 11 утра на выходных я уже включаю свет, и нужно включать свет, потому что ребенок уже порисовать нет возможности. В прошлом году Эвелина с мужем купили комнату в доме на Смирнова, 92, на мат-капитал. Тесновато для троих детей, но до недавнего времени многодетную семью это жилье устраивало, пока в нескольких метрах от их дома не выросла многоэтажка. Кирпичный дом на Петра Сухова, 34. Света совсем не попадает, вот, мы снимаем. Тоже купили за материнский капитал. А эта семья вообще уехала пока на съемное жилье. Дело в том, что в этом доме есть и обычные квартиры, и коммуналки. Не повезло как раз тем, у кого одна комната, потому что окна выходят только на 17-этажное здание. Строить его компания «Сиада» начала еще в 2016 году. По генплану было вообще четыре этажа. Когда мы заезжали в эту комнату, строился только четвертый этаж. Поэтому я как-то, ну, солнце поступало, я как-то не вникала в этот процесс. Через год буквально вот уже достраиваются уже 17-й этаж. Потому что не было генерального плана, нового генерального плана застройки Барнаула, города. В частности, потока, который по генеральному плану должен был стать многоэтажным. Но на тот период дали разрешение только на 3-4 этажа. «Сиада» начала строить дом. Потом где-то в 17-м, в 16-17-й год, точно не помним, они прошли слушания. На этих слушаниях им разрешили поднять этажность до 16-17 этажей. Подобная ситуация недавно чуть не произошла на улице Гущина. Там компромисс не нашли местные жители и компания «Регионстрой», которая решила возвести 10-этажный дом на этом пятачке. Как там известно, застройщик еще не опустил руки, идут суды. Но все же жители боем отстояли свой двор. В нашем городе уже были такие случаи, например, на улице Гущина, когда вполне по проекту все у нас нормально с инсоляцией. Когда жители начинают делать свою экспертизу платную, получается, что... Жители на Смирнова-92 сомневаются, что кто-то задумывался об уровне инсоляции, когда вдруг из 3-4 этажного здания здесь решили построить 17. Мы хотим выяснить этот момент, поэтому отправили запрос в мэрию. А мамы, которые не по своей воле оказались на темной стороне, хотят выйти на застройщика, чтобы мирным путем решить конфликт интересов. И если ситуация не прояснится, в прямом и переносном смысле идти в суд. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Подключили канал.